библия говорит алексей лисеевич библия учит относиться к власти с почтением но что если вот руководители страны не вызывает этого почтения ни малейшего даже капли уважения как относиться как вот быть как исполнять писание без лицемерия в действительности писание нужно исполнять без лицемерия писание должно пропитать наш внутренний мир сформировать позицию эта позиция должна охватить наши чувства и она должна произвести правильные желания вот как действует священное писание в любом вопросе в том числе и по отношению к правительству или к начальству к разному и вот если мы посмотрим на контекст вот этих повелений где написано о том чтобы относиться к почтением с властью то мы сможем понять как это действует наверно самое яркое место священного писания которое касается этой темы можем найти в в первом послании апостола петра во второй главе там в девятом стихе он начинает эту тему и он говорит о том что мы род избранный царственное священство народ святой люди взятые в удел дальше написано чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет то есть вот какая картина бог призывает нас чтобы мы были царственным священством то есть мы были его представителями его священниками священник это тот кто стоит между богом и людьми данном случае мы имеем миссию чтобы стоять перед святым богом и перед людьми не знающими его вот и когда апостол петр описывает дальше процесс как это происходит вот важная часть этого процесса включает себя почтительное отношение к разного рода руководителям он начинает правителей земных и потом переходит к начальству на работе даже конкретно говорит и так будьте покорны всякому человеческому начальство для господа то есть когда мы говорим о том что я от нас отношусь с почтением к руководителям то я это делаю не ради руководителя не потому хороший он или нехороший я это делаю ради господа и вот этот лейтмотив он проходит через все примеры которые на произву приводит здесь и дальше кстати именно об этом он говорит когда горит жены будьте покорны мужьям своим ясно подчеркивает что это для господа в господи это совершается когда увидит ваша чистая богобоязнь и жить ее то есть речь идет о том что я хожу перед господом и точно также к мужьям сказано так вот первый фактор который позволяет достичь этой цели мы понимаем что я наполняюсь божественным ощущением жизни я под его подходом его отношением я должен явить бога в реальности тех обстоятельств которых я нахожусь и это включает себе признание положение тех или иных людей признание того что бог поставил их на это положение на то первое второе когда мы говорим об этом это не означает что мы одобряем все действия своего начальства и все действия своих правителей это не значит что мы не имеем морального суждения относительно их поступков наоборот в этом то и заключается сила христиан в том что они относят относясь с почтением к людям которых бог поставил в то время когда писал апостол петр на на троне был мирон и естественно на на местах были его ставленники которые не намного лучше были чем они и он пишет в реальности того времени в реальности вот то и структуры той ситуации он ясно говорит о том что да бог поставил одних начальниками других подчинен подчиненным и нам нужно это признавать и нам нужно относиться к этому нормально то есть я не бунтую против начальника просто потому что он начальник вместе с тем я ясно понимаю что моим главным начальником является господь иисус христос и моей главной системе со системой ценности является слова господа иисуса христа и поэтому относясь с почтением и уважением к начальству признавая их место признавая их положение в которой господь поставил я ему так с уважением с добром я говорю извините вот в этой ситуации я не могу быть послушен вам потому что вы здесь идете против господа который обязательно спросит с вас спросит из меня спросит и поэтому я буду ему подчиняться также как петр иоанн когда-то сказали когда им запретили синедрион запретил им проповедовать петр иоанн сказали им судите сами кого у кого лучше слушать вас или бога то есть они ясно признают положение этих религиозных начальников но с уважением к ним твердо говорят но мы не можем обочиняться потому что господь на наш велит другое вот кстати он продолжая это говорит очень серьезные вещи в 15 стихе это 2 глава 1 послания петра как свободные не как употребляющие свободу для прикрытия зла но как рабы божии то есть ибо такова есть воля божия чтобы мы делая добро заграждали уста невежество безумных людей то есть вот тогда когда христиане имеют внутреннюю силу уповая на господа с относиться с уважением к начальству которые вокруг них и в то же самое время проявлять верность своему господу иисусу христу вот тогда мы и закрываем уста как здесь написано закрывая уста невежеству безумных людей вот в чем и заключается свет и соль христианской жизни спасибо алексей алексеевич друзья оставайтесь с нами впереди вас ожидает еще много благословенных передачах храни вас господь и и Продолжение следует...